не нужны теперь юристы их заменят программисты мы не задумываемся о бессмысленности бумажной документации до тех пор пока не столкнемся с бюрократией но как только перед нами встает необходимость получить какую-либо справку мы все понимаем бессмысленность этого абсурдного бумагооборота если вы хотите получить какую-то бумажку за бесплатно то эта процедура может длиться годами но при этом вы прекрасно понимаете что стоит вам заплатить и эту бумажку вы получите практически моментально но самое ужасное что мы все прекрасно понимаем что любой нотариус или юрист если не за деньги так под дулом пистолета легко оформит переоформит или подпишет любые документы любые справки и при этом на ваше имя и при этом без вашего участия попытка централизованных структур заменить бумага оборот на цифровую документацию цифровые подписи конечно решает проблему использования лишней бумаги но не решает проблему подписи документации за вас так как за все эти цифровые документы и цифровые подписи ответственность несет какой-то там государственный чиновник или что еще хуже какой-нибудь сисадмин которого нанял неграмотный государственный чиновник чтобы тот за него выполнял его работу и мы бы с вами еще не скоро выбрались из этого бюрократического ада который прекрасно описал своих произведениях франц кавка если бы не смарт-контракты на блокчейне смарт-контракты это те же самые договоренности между различными сторонами просто прописанные на блокчейне но в отличие от бумажных контрактов им не нужна третья сторона и более того такие договоренности не просто обязательны к исполнению они не могут быть не исполнены по факту смарт-контракт это программный код в котором описано если а то б просто этот программный код отправлен блокчейн он отправлен в качестве транзакции в этой транзакции указана цифра которую передали с одного адреса на другой адрес а в поле для мема указан программный код во первых такой программный код открыт и каждый может увидеть его и каждый может его использовать во вторых такой программный код записан блокчейн навсегда и в третьих мы можем использовать целый каскад таких смарт-контрактов чтобы программировать наши договоренности потому что один смарт-контракт может обращаться к другому смарт-контракту который будет обращаться к третьему смарт-контракту, и мы все время уверены в том, что происходит именно то, что происходит. Конечно, мы можем создать цепь из бумажных контрактов. Например, есть три бумажных контракта. Первый. Анна передает апельсины Борису. Второй. Борис упаковывает апельсины в коробки и передает их Владимиру. И третий. Владимир продает апельсины в коробках и часть выручки передает Анне. Если, например, Борис не упакует апельсины в коробки и не передаст их Владимиру, тогда такая цепь разорвется. Потому что цепь из бумажных контрактов – это бумажная цепь. В отличие от бумажных контрактов, смарт-контракты не могут быть неисполнены. Цепь из смарт-контрактов – это цифровая цепь. И цифровые цепи, в отличие от бумажных цепей, разорвать нельзя. Цепь из смарт-контрактов заключать договоренности между различными блокчейнами. Авангардом эволюции смарт-контрактов является блокчейн Juno Network. Это блокчейн третьего поколения, который создан специально для того, чтобы создавать смарт-контракты. Эти смарт-контракты не только создаются сообществом, но и управляются сообществом. И, наверное, это будет первый блокчейн для смарт-контрактов под управлением сообщества. То есть другие блокчейны могут спокойно заниматься своей основной деятельностью, в то время как вся нагрузка, связанная с вычислениями по смарт-контрактам, будет переложена на Juno Network. Теперь блокчейны становятся не просто распределенным компьютером, а распределенным компьютером, который можно апгрейдить. Теперь, чтобы получить больший функционал или большие мощности, нам не надо менять весь компьютер. Мы можем его апгрейдить. Грубо говоря, Juno Network – это дополнительная оперативная память для распределенного компьютера. Основная сеть Juno Network будет запущена 1 октября. Но уже сейчас идет тест-нет, и вы можете принять участие в хак Juno. Например, разместить свои смарт-контракты, написанные на раз, в сети Juno Network. Это даст вам часть новой эмиссии монет из основной сети. Но даже если вы не являетесь разработчиком, в хак Juno для вас найдется место. Вы можете принести сообществу много видов различной пользы. И это также даст вам монеты основной сети. И интересно то, что Juno Network не будет устраивать никаких пресейлов. И вся первичная эмиссия будет распределена по тем, кто приносит пользу проекту и сообществу. И вы можете найти себя в этом. Мы уже очень близки к тому времени, когда везде, где нужно будет использовать хоть какие-то договоренности, будут использоваться смарт-контракты. Интернет-магазины, ставки на спор, сервисы по доставке, чего угодно – все они будут использовать смарт-контракты. В ближайшее время мы с вами увидим даже брачные смарт-контракты. Отношения между людьми будут прописаны в блокчейне. Наши судьбы перестанут зависеть от настроения вредных работников госорганов. Мы будем жить в мире, где без бумажки вы не букашка, а человек. А пока ставьте лайк, подписывайтесь на канал Фарклог. А если вы уже подписаны, то не забудьте оставить комментарий. А я пошел принимать участие как Джона, так как до запуска основной сети меньше месяца. А я рассчитываю получить часть эмиссии основной сети.